Всем привет! У меня остался небольшой обрезок кожи и я решил сшить из него кошелек. Кошелек получится небольшим, но думаю, что прикольно. В общем, смотрим. Ширина кожи примерно 10 сантиметров. Я сделаю небольшой кошелечек, в который помещается несколько карточек и бумажные деньги. Продолжение следует... Сначала соберем примерную конструкцию кошелька, используя двусторонний скотч. Проверяем, чтобы было все ровно с этих сторон. Проверяем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь нам нужно пробить отверстие, по которому будет идти шов. Я это делаю с помощью шагового пробойника. Шаговый пробойник, кстати, очень сложно найти. Я его нашел на Алиэкспресс. Ссылку я дам в описании. Продолжение следует... У меня немножко затупила камера в тот момент, когда я переносил изображение на кошелек. И я сейчас еще раз быстренько на куске кожи покажу, как это делается. Берем изображение, напечатанное на лазерном принтере. Вырезаем. Вот что у нас получается. Прикладываем внутренней стороной к куску кожи. Берем прогретый паяльник. И паяльником проглаживаем поверхность. Вот так вот в итоге получилось. Рисунок переведен. Так, теперь берем черную краску для кожи. И придадим нашему изделию небольшой дизайнерский, так сказать, спонтанный рисунок. Так как работа авторская, надо поставить на ней клеймо. Но клейма у меня нет. Сейчас я вам покажу, как его можно сделать по-быстренькому. За основу для клейма возьмем болт. Немножко шлифанул головку его. И теперь сделаем клеймо. Можно что-нибудь нарисовать и сточить дремовым. А у меня просто будет буква А. Вот такой типа клеймо у нас получилось. Ничего сложного. Просто три полоски. И после нескольких ударов, вот что у нас получается. Теперь нам нужно создать защитное покрытие. Для этого мы возьмем воск карнаумский. И обильно натрем. И с помощью технического фена расплавим воск. Ну вот, в принципе, все готово. Теперь нам нужно это дело прошить. Сопоставляемся. Берем нитки вощеные. Кстати, нитки вощеные тоже сложно было найти. И я их тоже купил на Алиэкспресс. Я тоже предоставлю ссылку внизу. Отматываем. Отрезаем. Берем две иголки широким мушком. Продеваем наши иголки. Продеваем. Чтобы иголки не ходили туда-сюда, протыкаем кончик нитки иголкой. И получается своеобразный узел. То есть вот так вот. Берем вторую иголку. Делаем то же самое. Продели. Проткнули. Протянули. То есть у нас получается одна нитка и две иголки на концах. Ну что, начнем. Ставим нашу конструкцию на ребро. Протыкаем первые отверстия. Проткнули. И сопоставляем иголки. Чтобы они были на одной длине. И теперь начинаем шить. Я шью справа налево. То есть справа иголкой протыкаю. Вывожу нитку наполовину. Левой. Слева направо тоже протыкаю. Иголка должна быть ниже нитки. И теперь по часовой стрелке делаю оборот вокруг иголки. Запомните по часовой стрелке. И теперь все это дело затягиваю. Затянули. И теперь опять. Слева направо. Вытащили. Справа налево. По часовой стрелке оборот. Затянули. У меня опять затупила камера. Мы прошили одну сторону. Сделали срез. Наискосок. Чтобы было удобно доставать карту. То есть когда карта лежит внутри. Чтоб можно было ее спокойно вытащить. И теперь начинаем прошивать вторую сторону. В итоге вот такой вот кошелечек у меня вышел. Ну достаточно прикольный. Мне нравится. Открываем тут отдел для денег. Карточки. Здесь парочка. Но можно засунуть штуки четыре. Вот осталось заформовать вот этот вот изгиб. То есть намочить его и зафиксировать. Вот он тогда будет держать форму. В общем такая штука вышла. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео подписываемся на канал. Ставим лайк. И рекомендуем друзьям. Ну все. Пока-пока. Пока.